В рамках празднования Всемирного дня православной молодежи, который отмечается 15 февраля, в день христианского праздника Сретения Господня, в детской школе искусств города Видное состоялся концерт духовной музыки. На этом мероприятии побывала и наша съемочная группа. Рассказывает Людмила Медведева. Пришедшие на концерт внимательно, с большим интересом, слушали госляра-сказителя Александра Носова о библейских событиях. Сохранившись несколько стихов, достаточно много, около 50 или 60 стихов, описывающих какие-то основополагающие жизненные моменты. Откуда произошел мир, кто все это создал, откуда ветер, дождь и так далее. Александр Носов – алтарник Видновского Георгиевского храма. В миру был учителем музыки. Выбрав путь служения Богу, видит еще и свое предназначение в сохранении и передаче другим древних христианских песнопений. И вот конкретно этот вариант был записан в середине 50-х годов от моего однофамильца Лазаря Михайловича Носова. Всемирный день православной молодежи в России отмечается с 90-х годов, в Подмосковье, в Ленинском районе, с 2007 года. Мероприятия, проводимые в рамках этого дня, направлены на формирование у молодежи интереса к традициям русской православной церкви. Церковь помогает тем, что она пытается людям напомнить о заповедях Христовых, говоря о том, что в течение двух тысячелетий эти заповеди были основой жизни каждого человека. Первый заместитель главы администрации Ленинского района Алексей Селезнев поздравил всех с праздником Срединя Господня, пожелав молодым не в старости, а в юности осознать христианские заповеди и жить по ним, ведь они имеют двухтысячелетнюю историю, знать которую нужно каждому. Виндовскому болгачиню Алексей Селезнев передал сертификат на 50 тысяч рублей для приобретения православной литературы. Нашу общество надо укреплять, укреплять, я считаю, в первую очередь духовно. Мы можем говорить об экономике, о многом другом, но мы мало говорим о духовном укреплении. А это надо делать обязательно. Ни одна экономика без этого, на мой взгляд, не поднимется. Вот это вместе с болгачинем мы и стараемся делать. В программе проведения Дня православной молодежи этого года был объявлен и фотоконкурс «Моя церковь», в котором приняли участие молодые люди. В следующем году мы хотим расширить состав участников. Если в этом году это были исключительно молодые люди, то есть до 30 лет, то в следующем конкурсе уже будет принимать участие несколько возрастных групп, в том числе и группы старше 30 лет. Православный журнал «Батя», который издается уже несколько лет храмом Казанской Божьей Матери, села Молоково, Видновского благочиния, в этом году объявил конкурс на лучший рисунок, где папы должны были нарисовать своих детей. Победитель определяется по одному простому критерию – это участие. Потому что, как я сказал, папы было мало. И составить себя что-то нарисовать, своего ребенка, и не побояться это сделать, потратить на это время – это, конечно, уже подвиг сам по себе. Я не художник, выбрали в конкурсе «Море и солнце». Ракурс со спины двух детей взят был, и перед ними солнце. То есть в жизни пусть всегда им светит солнце. Такой смысл. В концерте, посвященном Дню православной молодежи, приняла участие уже полюбившаяся в нашем городе инструментальная группа «Капли дождя», сложившаяся на базе Георгиевского храма. Руководитель и солист – священнослужитель Олег Асачий и известная уникальная по своему исполнению песнопений группа «Ихтис». Людмила Медведева, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.